Черного короля, это не то, да? Все верно. Вторая карта, Ньюби против Evil Geniuses. Ньюби в одном шаге от того, чтобы, во-первых, получить трик 29-0, во-вторых, чтобы попасть в Крокус и сыграть 12-го числа сетки венеров. И какой же у нас распик? Не знаю, только я нахожусь этим забавным, потому что уже идет какой час аналитики. Ньюби в одном шаге, чтобы попасть в Крокус. Вспоминается, знаете, очереди на Игромиру. У Ньюби, я думаю, очереди не будет. Но у Ньюби очень короткая очередь уже все. Один человек остался, пять, пять персон. И вот так вот перед ними закрываются. Двери говорят, приходите завтра, и вот Evil Geniuses уже 2-1 получается. Ну, собственно, тут, видишь, на самом деле в Крокус-то все попадают. Просто вопрос именно в очереди. Кто как бы первый? Виртус-провод, например, могут в пятницу, например, прийти. Ну, то есть в четверг закрытый у тебя настолько длинная очередь, что ты все стоишь, она никак не кончится. Ну ладно, Виртус-про еще могут в Винра попасть, что мы их хороним, завтра они будут играть. Леон и Феникс для Ньюби и Бестмастер и Лайфстиллер. Лайфстиллер в первой же стадии. Очень интересный, резкий Лайфстиллер. Герой под саблю он взят, явно чувствуется. Хочет ускорить фарм. Ну, нет, ну вот здесь на самом деле... Фениксы пикнули или нет. Он просто так бы резко пикнул Лайфстиллер, он успел увидеть, что там Феникс пикнут. Такая же тайма. Возможно. Его не напрягает. Он саблю соберет, будет яйцо. Ну, на самом деле, вот теоретически, пару ключевых моментов в этой игре, я уже вижу, как делает сабля, знаменитый последний удар по Фениксу. Вот, в принципе, может сработать. Ну, а зачем взять Леон? Ну, честно говоря, непонятно. Вроде как, чтобы контрить Леона, но я даже не знаю. Леон, чтобы контрить Леона? Леона? Ой, Лайфстиллер, чтобы контрить Леона, имеется в виду кубежную. Ну, вообще, это немножко странно, потому что как раз-таки в какой-то степени Леон может контрить Лайфстиллера. Он просто превращает Лайфстиллера в овечку. Ну, да, на этом заканчивается история, потому что особо нет армора. Нет возможности пожить обычно. Ну, и, хотя, не знаю, если будет какая-то инфест-бомба, то, в принципе, это может сработать. Знаете, меня какой момент забавляет, что почти в каждом матче мы видим ситуацию, где кто-то отдает Дума, говорит, сейчас протестирую с саблей, как там пойдет, проигрывает и в следующий банит. Просто у Дума уже на этом турнире… Ну, наверное, невероятно. Винрейт, он только что посмотрел. А винрейт… 3% из 11 игр, это получается 8-9? Ну, 8-9. Математика не такая моя, да? Ну, и больше по аналитике. Конечно. Ну, то есть, на самом деле, это… Просто нереальное количество, и я даже не помню, где он проигрывал. Ну, кто-то залил с этим Думом. Все, без Дума пока поиграем. А вот у Элдер Титана все не так радужно пока, 33%. Кстати, а что там у Лайфстилера? Конечно, у нас еще не так много игр сыграно, но какую-то стату можно собрать. Но у Лайфстилера ровненько идет пока. 50 на 50? Там 40% из 5 игр. 2 из 5? Ну, такое. Не, ну 5 игр мало. Вот 11 игр и 73% – это уже действительно о чем-то говорит. Ну что ж, вторая стадия пиков. Бэтрайдер в бане, в бане также ДК. Ох, боятся Муна ДК, ох, боятся. Это Вивер. Да, любят его. Любят Вивера, пикают Вивера. Да, это если вспомнить, вообще прямая контра была к этому. Лайфстилер он его не ловит, ничего с ним не делает. Причем желательно Виверу даже стоять против Лайфстилера. Он уже на стадии линии. При минимальных артефактах уже может его гонять. То есть условно какая-нибудь Аквила, он уже Лайфстилеру не дает особо качаться. Я думаю, это все-таки герой для Хао. Лайфстилера не отправят с в офлэйн. Не будет вот этих крипов залезания там и так далее. Я думаю, это Лайфстилер будет керри с какой-то инфестбомбой, может там сквопой или с кем-то. И поэтому встречи на линию у нас не должно произойти. Но подожди, Вивер же может в офлэйн не пойти. В Вивер офлэйн опасно. Как раз-таки там будет Леон стоять, и Леона будет постоянно убивать по приходу. Да-да, Ньюби так не играют. Ньюби на офлэйн не ставят всегда какого-то очень полезного персонажа. Вот в этой игре, например, это может быть даже и Воид. Хотя Воид они не особо жалуют. Может быть какой-то Бристалбэк. Да сам Феникс-то может стоять. Феникс может стоять. Все, верно. Ну и задумались, призадумались ребята из Evil Geniuses. Вот уже не чувствуют в той уверенности гения драфта PPD, как она была раньше. А зачем Бейн? На всякий случай. Не, но Бейн неплохо, Анфиблым действительно хорош. Но он просто опять укрепляет свою линию, как тогда в прошлой игре ему этого Бейн как раз-таки не хватило. Может быть. Может быть и такая логика. Но яйцо ломать нечем, вот это неприятно. Ну, разве что лайфстиллер с саблей, конечно. Есть возможность, что бестмастер сделает саблю тоже. Есть такая возможность. Как раз ему нужна мана та самая, и он не прочь ускорить свой фарм. Ни в коем случае не прочь. Только рад будет. Мне кажется, что Войдом начинает, веет от Пика Ньюви. Жалуют, обычно его как-то не берут, поэтому вот тут сомнения. Может быть не Войд, а какой-то другой друг. У них есть такая ситуация, вот когда и Дум в бане там, и всякие Нчи, и Бэтрайдеры, они берут что-то типа бристлбеков в сложную. А, Тайтхантер, конечно. Как я забыл-то про Арбуза. Арбуз может оказаться тоже. Ребята, почему Бревмастер пропал? Я? Бревмастер пропал. Бревмастер бесполезный персонаж. Пока ему не сделают, чтобы у него панды в ультимейте имели хотя бы частичный иммунитет каким-то спилам, я не знаю, как, ну там нужно выбирать конкретные спилы, он просто никчемен. Потому что их можно застанить, застанить, высосать у них ману, прогнать на базу Savage Roar, Бревмастера, тайм-делейшн, Войд, знаешь, ты просто немножко ставить скиллы под... Ну что это за герой? Это неадекватно. Он был, кстати, уже. Что-то я за живое, видимо, задел. Задел за живое, потому что как-то раз я пикнул, а против меня и Войд, и Бревмастер, Бревмастер, Лондруид, спасибо, поиграли. Ваня, он был в одной игре, Коллы выиграли против Ликвид и проиграли за 17 минут. А, ну ладно, вопрос мой снимается. Кроме того, что на них работают маги, они еще убиваются примерно с трех ударов нынешних керри. Сабли особенно. Да, особенно сабли. Это Дизраптор. Интересно, кстати, что предпринимать будут нюби по поводу того, что у их оппонента есть алхимик, который теоретически может очень неплохо перефармить. Слардара сейчас возьмут. Ну, по логике все должны. Он же не в бане, нет. Он не в бане. Для Хао это вызов. Любой человек, который хочет его перефармить, это настоящий вызов для него. Ну, а Вивер и Слардар. Ярослав, не считаете ли вы, что это... Минкерри, мне кажется, ему нужен еще друг один, Диракол. Хотя нет, учитывая то, что есть инвокер, я думаю, хватит Слардара. Достаточно. Ну, недостаточно. Ну, что это, может оказаться, воет еще. И летает Хантер. Но мне почему-то нравится Слардар, потому что алхимика и так брони мало, у лайфстиляра тоже мало. Как бы еще подрезать лишний раз. И с Вивером вроде. Да, звучит неплохо, но играют ли... Я не помню, что они когда-то пикали в последнее время. Мне кажется, это... Да, они как-то все-таки игнорируют этого героя. Нет его ни в банах, ни в пик. Бетрайдер Дум у них постоянно были. Вот Бетрайдер Дум, но сейчас ни того, ни другого нет. Тайт Хантер. Это их любимый, но... Нага Сирена. Что-то новенькое. Что-то свеженькое. Усаживаемся поудобнее. Это Уфлейн Нага Сирена? Это Уфлейн Нага Сирена. Да, с Фениксом, видимо. Это Нага Феникс, судя по сути. То есть, ладно, еще не время усаживаться поудобнее. Ну, конечно, нет. Хотя в любом случае, Нага Сирена, первое появление Наги на турнире, это как минимум интересно. Я думаю, сейчас Виталию и Виктору очень интересно. Поэтому не буду долго задерживать и передам им слово. По-моему, Иван говорил это с долей какой-то иронии. Это был сарказм. Сарказм? Она вообще-то интересна. Короче, нам надо попросить завтра у людей с продакшна, чтобы нам напечатали табличку. Сарказм такой, чтобы Ваня подымал. Просто аварил, подымал и так далее. Кстати, это нормальный день. Ждите очень интересную игру Нага Сирена. Но, с другой стороны, это же не Юби. А вдруг они настолько крутые, что они даже Нагой умеют создавать экшн. Во-первых, это Нага в офлейне. В офлейне Нага. Это не Кейп. Она не пойдет фармить в легкую. Или пойдет в легкую. Не-не-не. Скорее всего, Вивер пойдет в легкую. Ну, посмотрим. Давайте смотреть игру и так. Возможно, последняя карта сегодняшнего игрового дня. А, возможно, предпоследняя. И, если честно, я надеюсь, что... ...бой и прервать рекордную серию. А тебе не хочется продолжить следить за этим винстриком? Ну, 28 это уже блиц. Ну, до 30-точки. Коллега наш, англоязычный, который сидит, комментирует эту игру на английском языке, буквально через столовку от нас. Он написал, Ньюби, 28 достаточно. Хватит. Дайте другим поиграть. Ну, блин, действительно, 28 это много. Это очень-очень много. И, как бы, да, из этих 28, там, например, 15 было на квалах. Поэтому это было по факту там против Т2 команд. Хотя, с другой стороны, из Китая это на квалах... Если тебя отправляют в квалах, тебя считают такой же Т2 командой. Ну, в принципе, да, значит, и есть Т2 команда. Ну, как бы, и вот мы видим, что прошлись по всем квалам, всех попереигрывали в ноль и проиграли ни одной карты. То есть 8-0 групповой этап, полуфинал 2-0, финал 2-0, город финал 3-0. Здесь уже вчера в Вайлдкарте 2-0-2-0, сегодня 2-0-1-0. И прям жесть какая. Да я уверен, что очень трудно их переиграть. Ну, вот просто ты видишь, что пикают. Я уже это говорил, то, что ты вроде как смотришь... Как ты видишь, они нагу пикают и вивера. Да, они нагу пикнули. Так у них полгероев, мне кажется, все. Вот просто все. Да, ну не может быть такого. Если им забанят, они скоро троллем, по-моему, начнут лисеть. Это же тот же, тот же Му и Хао, которые играли просто, как я не знаю кто, последних полгода. Которые были ужасные. Которых, если вы забыли, перуанцы избивали во Франкфурте. Возможно. Это те же Му и Хао, они никуда не делись. Всего 4 месяца назад товарищ с никнеймом Атун... Подхооп, Ауи, Ауи. Уйдет, уйдет. Ну не, уйдет, а подвышку уходит. 4, не, вру не 4 месяца, 5 месяца назад товарищ Атун брал Алхимика из Перу. Приезжал, брал Алхимика из Перу. Собирал на нем рамлет и шел разваливал вот этим пацанам кабины. Ну, патч немного сменился. Ну да, да. Самую малость. А мы все прекрасно понимаем, что некоторым командам удобно играть в патч, некоторым нет. Многие до сих пор не могут акклиматизироваться в новых патчах. Да, некоторые в доте до сих пор не могут акклиматизироваться. Ну а что ты постоянно про меня? Давай про тебя поговорим. Я вообще-то не про тебя говорю. А, ладно. Я про... А, лошадь тут при чем? Я про... И не про лошадь, я говорю. Шутки не даешь пошутить, ладно. Представлю тогда команды. Начиная с Evil Genius и с Пипеди, капитан команды играет на Дизрапторе. На Алхимике в миде будет стоять Сумаил. В сложной на Бестмастере сыграет Балба. На Алхимике в мягкой выиграть AOI 2000. И, собственно, четвертой позиции Bain. Это пир. Да, ну и команда Ньюби. Непобедимые на данный момент. Легендарные. Какая? Феникс. Саппорт. Му будет играть на мид инвокере. Хао. Вивер. Я так понимаю, в оффлейне так и есть. Чуань. Саппорт. Леон. И КПАй на Нага. Сирене. Вызилайнем. Да, в легкой все-таки оказывается Нага. У нас КПАй не играет на ней. Ну, или КПАй. Называйте вы КПАй, это КПАй. Это как КПИ, это Киевский политехнический институт. Нормальный. Хороший никнейм. Так можно Краснодарский политехнический институт. Ну, да, да, да. Может быть любой. Все города Нага. Просто я-то учился в КПИ. Все в Киеве учились в КПИ. Я еще не встречал ни одного человека, который сказал, не, я в другом униституте. Да, я согласен. У нас просто вообще один институт. И все страны это выдумка, да. И ПИДИ. И ПИДИ. Аккуратнее надо быть, на самом деле. Феникс там очень сильно быкует. Пока, правда, Транквилл нет. И он уже почти генерейшн запас съел. Но самое главное, что за счет своей вот этой активности на линии, Чуани, КК, они не дают Ауи особо фармить, особо далеко идти. Хотя Ауи своих там четырех репоут сейчас будет пятого. Там в мидле. В мидле. Станчик заряжается. Пошел с Липсу. Маил. Пошел стан по Муни. Уж что добьет? Тут еще и брейнсап, и действительно, это ферст бат на Му. ЕГЭ делают первый шаг. И отлично. И отлично. Хороший выход. Вовремя все сделал Фир. Опять-таки, это тот самый Бейн, которого мы привыкли видеть в пиках разных команд, когда он просто постоянно напрягает мид и не дает в миде спокойно жить. Но и вот если он убивает Му, при том, что Сумаил будет качать Гривлс Грид, то у нас может быть похожая ситуация на вторую карту матча Liquid OG, где просто вот этот вот алхимик имел на 12-й минуте Рэдианс вместе с Армлетом. И привет. Ну да, должны где-то сейчас ответочку делать нею, потому что нельзя оставлять это так. Должен либо Вивер оверфармить. Ну, кстати, Вивер себя неплохо чувствует. Но 9 на 4 против 6 на 0. То есть на лейне все великолепно. Но у нас другое дело. У нас балба на оффлейне 10 на 5. Нага имеет 7 на 2. Она проигрывает лейн пока по ластхитам. Да, и в итоге у нас получается 2 ленинги. Улджиниусы. Сложная, конечно, стоит Хао, хотя это для него легкая, потому что как бы 2 саппорта и Ауи здесь не совсем весело. Но все равно 8 на 0 у него Крипстат имеется, и это хорошо. Так что пока старт, в принципе, идет по плану команды ЕГЭ. Надолго ли их хватит? Вот в чем вопрос. Да, но то, что на ботами вдвоем справляются. Попали. Феникс. Пошел Кекс. И джемный татак, ну и нет, не хватает дэмэджа, чтобы забрать Ауи. Он сейчас просто отпивается флаской и станет флоум. Ну, по регалии так серьезно, почему бы и нет. Пролетели, опять-таки, у тебя 1 левел феникс, 2 левел левел леон, и чуть не убили лайфстилера. Ушел Ауи, что не стал там рейджи жмакать и так далее, нерпничать, идти куда-то в контратаку. Просто отбежал, отрегенился, и прекрасно он понимает, что сейчас его не пробить надо время. Ну, а тяжеловато им будет. Правда, харассить его сейчас стоит, потому что Регина у него нет. Каждая потерянная ХП будет с трудом восполняться. Фиер выходит. Хотел повесить слип на Му, но удержит дистанцию. Вот он, слип. Можно заряжать стантом, если спрейс, дабл-тп, да. Ну, оно одно отменяется. Опять-таки, если бы не прилетел, скорее всего, пошли бы. Пошли бы до конца убивать Му, но на этот раз мы видим, моментально среагировали саппорт, и это правильно. Но это не отменяет того фактора, что Сумаил продолжает фармить. Да, и при этом он топ-1 крипстат на карте имеет. Это жесткий инвокер. Всего 8 крипов пока добил Сумаилу. Просто на высоте. Да, отстает, понятное дело, Нага. У него 19-4, отстает Вивер. У него 16-6. Вот эти два товарища, которые должны фармить. Но я по-прежнему не особо там понимаю, как это должно работать. Нага, Вивер против Лейфстилера. Именно просто с руки их избивать с инвокером под яйцо. Нага – это тоже хорошая штука. Крейдж, Ауи. Пошел Климс, Вивер будет ли догонять. Ну, вообще были шкучи, но он не пошел почему-то за Ауи. Решил, наверное, то, что 300 кп – это много. Их не факт, что... КАК. КАК, пытался улететь, сбивает. Ну, это полет, это... Стоило как-то подождать. Хотя там, наверное, вариантов не было. Да, его... Да, его в любом случае ловили. То есть прекрасно понимал также Сумаил, что он отпустит... Отпустит баночку, как только будет улетать оттуда КАК. Поймает его где-то в полете. Ну, так оно и, в принципе, произошло. 2-0. 2-0 ЕГЭ. И вот самое интересное – это то, что Сумаил перестал качать Гривлс Грид. Ну, посмотрим, как это в итоге повлияет на его фарм. Может, чувствует, что хорошо... Может быть. Будет пытаться чьи-то... Что стоит понападать. Да, вот именно понападать. Может, даже какую-то сейчас медаль мы увидим, которую очень давно не видели. Иллюзии. Пытаются гонять кабанов. Не особо получается. И вот бульба. Ага, все-таки минус лайфстилер. Нагнал его здесь Хао. Загулял немножечко Хао. И вот здесь вот в лесу битый, видимо. И, собственно, поймали его Хао вместе с Дизраптором. Не, не с Дизраптором, а с Леоном через Хекс, я вижу. Хекс, понятное дело, подкоп. И вот он первый фраг от команды Ньюи. Ньюби делает его опять Кихао. Тот, кому это больше всех надо. Кстати, Слип появляется у Наги. Если что, через него можно синициировать. Выход. Будет ли мешок на голову Моу. Пошел круг подсчета. Фиру очень больно. Еще и вышка по нему стреляет. Пошел Санрей. Брейнсап, но Фир здесь, скорее всего, уедет. Неужто заслипался, но дожигает его. Феникс в итоге живет сейчас у Моил. Взрывает Ка-Кап. Пытаются сгрызть здесь Му. Еще буквально тычки не хватает. Дотыкал здесь Ауи. Но и Алхимик тоже погибает, потому что Хао уже прилетел. Слишком рано, слишком поздно, точнее, сюда прилетел Чуань. Если бы чуть раньше прилетел Чуань, в момент, когда Найкс где-то вот здесь вот искал Му. И хиксанул, либо подкопал его. Скорее всего, потеряли бы еще одного героя команды ЕГН. Но в итоге размен 2-2 в плюс для Ньюби. На самом деле, скорее всего, надо было прилетать Наге банальной кастовать слип. И под этот слип можно было разобраться с кем угодно. Но Нага фармит себе свою легкую. И все у нее. Одинаково они идут пока с Бульбой. Ты посмотри, Ньюби будет пытаться выходить. Решили все-таки. Хватит там стоять в сложной линии. Раз ЕГЭ играет агрессивно, ну давай отвечать и соответствовать, скажем так. Да, они еще и стаки забирают. Смотри, большое количество стаков у нее. Да, и Хао сейчас соберет. Да, он соберет. Хао сейчас кучами сейчас будет делать подфармный час, что и уровень просто получает. Да, и Кака тоже рядом. Пришел поваровать экспы, немножко подрегенить Хао. 2-3. А нет, без Таранпил пока. Приходит Собу Эльба. Иии, будет ли Бульба орать в Хао, да на раунд Хао. Хао, есть у него ультимейт. И успеет ли Хао, Станго Хао, успеет его. Скорее всего, здесь ППД. Глипси в другую сторону бежать. Нет, это другую не уйдет. Это минус 2. Это минус 2, погибает Вивер, погибает Феникс. Но очень дорого стоили стаки. Но, возможно, надо было сразу уходить после стаков. Хотя, судя по деньгам, так толком не особо много было. Еще и Наги времени выиграли уйму. Ну да, так что, черт его знает. Может, это и не себе огромный плюс. Хотя, как ни крути, есть все-таки убийство Вивера. И кое-какое время он будет сидеть в таверне. Это уже круто. Сколько бы то ни было этого времени, но то, что его отправили в таверне, это хорошо. Да, пытается здесь Нага спушить. Т1 на топе. Пол тавера даже больше отъехало уже. Ну и Муму, перчатку купил. До Мидоса еще порядочно. На девятой минуте его тут точно не будет. Армлет появляется у Алхимика. Восьмая минута неплохо. Тяжеловато будет с ним здесь справиться. Ну как, восьмая минута неплохо. Так себе, скажем. Ну так себе, потому что он на Исид Спрей третий взялась. Ну да. Была Гривилс Грид промакшена. Я уверен, что он намного раньше получил. Забирает стаки. Не так много денег, конечно, капает. Но все равно неплохо. Ну а там на топе вышечка. Спокойно, Ньюби Тауэр. Ну и нету. Дефенс от ЕГЭ. И понятно, почему нету. Минус вышка от Вивера. Кстати, в миде тоже могут понапрягать сейчас Ньюби Тауэр. Лайт Стоун. Фигня на минус Армор. Фигня на минус Армор, да. Для чего? Для того, чтобы была фигня на минус Армор. Шутим, конечно. Будет с него делать Дезолятор. Ну, на самом деле, не факт, что будет прям рашить. Потому что он и так неплохо работает. Под ручками. Не, может быть. Хотя, к финлам ПТЕ, что дальше? Можно линку собрать. Чтобы на тебя не кричали. Линку, либо барабаны. Ну, да, да. Что инициация с Рора. Это практически основное, что тут есть. Либо глимс. Защититься от этого было бы неплохо. Ну что, тем временем Ауи. Так, Чуань. Ну, что-то ввалился. Нага. Фуэнни. Хочет перезайти в игру. У Ауи появился Армлет. С Армлетом сейчас будет, конечно, посильнее Лайфстиллер бить. Но что пока мы видели, как он царапал там Инвокера, получалось это не особо мощный. Кроме Армлета пока больше ничего нет. Слушай, это что, не будет? Блэк Драгон Айрлайнс. Нет, наверное, не будет. Лайфстиллер. Ну да, он здесь. Он нормальный. В качестве керри и сидеть в драконах керри не положено. Не комильфо. А Инвокер, говорю Инвокер, извините. Алхимик уехал не особо далеко от Вивера. Видим 4.700 у Нью-Недворца, 3.900 у Вивера и 3.700 у Наги. Это небольшая разница. Это не та разница, которая должна быть на 10-й минуте. Ну и мы видим, что продолжается этот хайп, хайп, хайп. Нью-Би дерутся за очередной суперстрик в 29.0. Смогут ли они, ЕГЭ, дерутся за свою жизнь в сетке Винеров, за выход в полуфинал Винеров, где, напомним, уже есть один полуфиналист. Это Ликвид. Победитель этой пары точно не сыграет с Ликвидами. Он будет в другом полуфинале. Он сыграет со вторым местом группы А. То есть либо с OG, либо с Альянс, либо с Комплексти. Да, противники такие, не слабые. Да тут все такие противники. Седьмое появление Наги. Мы видим в этом патче и 5 побед, при этом 2 из них как раз. Открыли. Играли Нью-Би этим героям. Да и многим играли. Мы прекрасно понимаем. Да, Нью-Би всеми, по-моему, играют, если я не ошибаюсь. Так, у нас я слышу инфест-бомбу, только в кого? Где, 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 а он просто залез, вылез, скрипов форманут. Да, 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 он просто продамажил. Я тоже думал, что он сейчас будет залезать в какого-то установал. Алхимика, но Алхимика Армлет пока, и блинка нету. Ну, кстати, ты посмотри, как быстро он проэкспился, у него уже третий Гриллс Грид. Да. Все вроде как неплохо. Сейчас денег будет больше, причем явно-явно больше. Да, кстати, начинает, как мы говорили, Хаос собирать линку, не стал добирать Дезолятор. Правильное решение, как по мне. Ой-ой, Бульба, 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 вошли жучки, куча минус армора. Крикнул, да, но Санрейт работает, вижена куча. А статик шторма у ППД еще нет, чтобы хоть как-то законтрить Хао. Феникс, круг по счету. Слушай, а тут у ППД тоже могут быть неприятности, пока они дойдут до яйца. Сумаил, уходи, Сумаил, уходи, Сумаил. Боже, какие проблемы Сумаила, Сумаил. Ну что ж ты сделал? Два шага вперед, один назад. Минус три. Там было видно, что он не дойдет до этого яйца, ты его не убьешь, не в ульте никак. Эй-эй-эй, эй-эй-эй, Карамба. Да, я в итоге начинаю харассить вышку, минус два армора, конечно, на ней смотрится очень тускло, потому что там 22 Сумаил. Но все равно полутавра упала. Полутавра упала, Хао уходит, Кларити сбить себе не дал. Мидос появляется у инвокера, первые не крочит, только готовы. Смотри, вот, Кака с Транквиллами просто сбривает грипов с Андреем и пушить дальше. Надо идти дефать, надо идти дефать, потому что отдавать Т2 сейчас это совсем не самый лучший вариант для команды Вилджи. Я не думаю, что будет Хао прям очень-очень нагло лезть и добивать эту вышку, но потом себя оставит. Да, действительно, он хочет сделать линку. Увидели дизраптора и убежали. Четвертого левела Сандрей у Кака. Сам седьмого левела и перчатка у него, по-моему, была в стэше. Так что, да, есть перчатка, так что начинает он делать себе хенд оф мидос, конечно же, для того, чтобы быстрее получить экспул. Мидя, му, не видно его, просветки нету. Всех спалил и зеленый флажок Хао получает на пуш. Просто начинает дальше бить вышку. Надо нажимать фортификейшн, что и происходит. Вилджиниус пытаются хоть как-то задефать свой тавер. Хао сейчас может попустить жучков, может и без жучков здесь потанковать и сбрить тавер. Ну, Хао бесстрашен, потому что он понимает, что тут вижен есть только... Да, и рейнжовый крип. Просто рейнжовый крип забирает тавер. Это тифон. Сейчас в миде еще и лишний крип заберет. Глифа нету и отдают вышечки. Бульбер, ну ладно. Тут крип не справился. Как дела у Наги? Нага 2700 на руках. Да, Рейденса не так далеко. Ну, Т2 они уже потеряли. Да, опять-таки отрыв от инвокера. Боже, почему мне хочется называть его инвокером? От алхимика очень маленький. Нага и Вивер идут очень-очень близко, прям впритык к нему. Зачем рецепт к Патина Рейдену сначала Нага? Почему Сакрад не дофармить? Мне кажется, Сакрадом намного быстрее фарм идет. У тебя иллюзии, бьют крипов намного больнее. Скоро будет мана на яйцо. Я не понимаю, почему так происходит. Я не понимаю, почему многие так делают. Но если есть там опасность, когда тебя могут убить, и у тебя там, не знаю, 1400, да, тогда стоит его купить. Но я не вижу никакой другой причины. Тоже не вижу. Почему можно покупать этот рецепт. Ну, да ладно. Надо улетать, улетает, и все, да. Не получается, конечно, у Наикса сделать соло-фраг. И вышка на ботом сейчас упадет, на самом деле. ЕГЭ даже не дефует свои ТВРА. Это все в такой плюс для Наги, и это все в такой минус для Алхимика, потому что скоро выйдет Алхимик с армлетом и скажет, у меня Радианс, а тут внезапно хлоп, и у Наги тоже Радианс. И все. А Нага быстрее фармит с Радиансом. Намного. И Ньюби 29-0. Блин, я за ЕГЭ, я хочу, чтобы ЕГЭ выиграли. Хочу третью карту. Ну, третью карту я тоже хочу, но выиграет, он сильнейший. Ну, ЕГЭ сильнейшие. Ну, хорошо, тогда третья карта обязана. Все, товарищ админ, давайте заканчиваем. Нам нужна третья карта. Размотаться из американского флага сейчас. Размотаться. Я просто сейчас, подожди, я еще чуть-чуть пообмазываюсь. Хорошо, пообмазываюсь еще немного. У тебя даже зубная паста по-любому Триколор Америки дает. Блит Блу написано вот это, да? Ах, Бульба. Что, снизу на Бульбу будут? Нет, не будут нападать. Вот так осторожнее играет сейчас команда. То Хао играет неосторожно. Возможно, даже сейчас Рор получит. Нет, не получит. Так они его и не убьют, мне кажется. А вот ППД убьют. Санрей, подкоп, санстрайк. Тактика бесконтактного боя работает сейчас. Чувань, брат, потратил абсолютно все. Если его цепанут, он убьет. Айс Волл такой себе. Айс Волл. Ну и пешком уходит вся команда. Чувань без маны и не хочет драться с соперником. Аркан-бутцов тут нет ни у кого. Ну, у Наги вроде как есть. У Наги далеко. У Наги на топе, да. Нага 2700. И рецепт в кармане. То есть, в принципе, осталось 1000 голды. 1000 голды. У нее даже раньше, чем Алхимика появится. Понятно. Алхимика только 3400 и никаким рецептом не пахнет. Ай-яй-яй. Ну и продолжается пушиться. Посмотри, что делает Хау. Он нон-стоп напрягает вражескую команду. Вообще без перерыва. Он на топе. Нет, готов рейдинс. Уже был рецепт, значит. А, да-да-да, был. Сорян. Сумаилу уже готов. Сорян. Сумаил точно такой же, как Квенель, КПА. Он тоже начал с рецепта. Да, ну ему фармит крипчиков. Первым айтемом собирает. Агним Даггер появляется у Лайфсилера. Ого. Обычно покупает другой герой, в которого может Лайфсилер сесть. Ну, не самое. Ты же типа должен как-то бить. Ой-ой-ой, Хекси с дабл дэмэджем. Хау. Проблема Ауи огромная. С блинка может он отпрыгнуть сейчас. Должен с блинка отпрыгнуть. Ауи, давай, блинком убей всех. Ауи, смотри. Одного блинком убил. Второго почти убил блинком. Я... Сарказм. Нужна табличка. Табличка где? Я не понимаю этого сарказма. Таблички нету. Сейп. Пытаются засейвить. Сейвили и будут ли кого-то бить? Ну, есть ТП вообще. Ну, я думаю... А, вот ППД получает колдснэп. Феникс залетел. И ставит яйцо. ППД здесь 100% отъезжает. Ну, и готов Рейтенс. А, тут еще Бульба умерла. Хау нашел и добился. Опять минус 3? Да. Размен только на Леона, которого я дам водогрыз. Ой-ой-ой. Линка у кого-то. Линка у Вивера Линка. Рецепт уже летит. Сейчас купят все ультимагер Рейтенс. Здесь Линка. Пошел Рейтенс. Слушай, они вот ощущение, что они просто на голову выше. Они вот игру как-то по-другому видят. А ведь где можно подраться, где нет. Прилетают, сейвят, отдают. У них все получается. Да, у них все получается. Как-то это странно. Кто-то не подсказывает. Да, вот реально. Просто кто-то не подсказывает. Мидас у Кака. Линка, Оегис у Хао. Ну, сейчас он будет добираться до дезолятора, с которым его уже будет остановить очень хорошо. Блинг у Чуанина. Ну, тут тоже Блинг. Лайк Скиллера. Тоже Блинг. Да, и фигня на минус армор тоже есть. Да. Фигня на минус армор это самая жесткая штука в Доте. Ну да. Режиссеры что-то захлябываются от смеха. Я не знаю, почему. Наверное, смешное слово очень. Фигня на минус армор? Фигня на минус армор, да. У всех артефактов есть название? Это фигня на минус армор. Просто Кираса фигня на плюс армор. Кираса фигня на минус армор это медалька. Да, ладно. Потому что медальону в кураж выговаривать весьма трудно. Выхиливает Хао. Мог бы стоять дальше танковать Т2. Мог бы. Только зачем ему это? Ему нормально формиться. У Хао все замечательно. Вторые жуки, четвертый джимный Татак. Жучки скоро проапаются. Как же много минус армора там будет в файте, если жуков быстро не сбить. И иллюзии Наги начинают колесить леса. А здесь нет Леона против, который мог бы быстро останавливать эти иллюзии. И действительно бежит иллюзия и, как ты сказал, начинает бороздить. Вселенной. Вселенной. Наши космические корабли. Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной. Ой, я сейчас смок спалит Хао. Чувствую нету. Там садряк. Ой-ой-ой, Хао. Поймали его. Хао сбивает у Джеймалинку. Хао пытается убежать и убегает он отсюда. А стоит ли убегать? Можно просто гриз пепеди. Там висит Жук. Жук висит. Кака должен погибнуть. Погибает Кака. В Сумаила выгрызаются. Сумаил все еще не сбрил себя от Жука. А понимает, что это очень надо. Буквально еще пару тычек от форки ДФМУ. Габлык Хао разгоняется. Джимнейт Атак сейчас будет. Сбрил Жука. Все нормально. Пытается регейтся Хао. За ним до конца. Сумаил Джимнейт Атак. Сумаил выигрывает игру в армлет. И ты знаешь, этот размен в принципе неплохой. Сумаил закончился ультимейт. Аккуратнее надо быть. Все разбежались. Все разбежались. Мук стать, если что, фуловый. Ну, разменяли двух саппортов. На самом деле там инвокер накосячил. Очень сильно накосячил инвокер. Потому что в тот момент, когда мимо него бежал алхимик, форки ДФМУ в это время били Найкса. Если бы они сделали две тычки по алхимику с минус армором, они бы его скорее всего унюбили. Вот там было, я на него как раз кликнул нашим зрителям, у него было 5 минус 12. Если бы форки ДФМУ дали по два удара, там было бы просто-напросто 5 минус 20. И понятное дело, что алхимик бы просто загибался сам по себе. Куда пришел Ауи? Что он делает? А, ну здесь Бэйн еще. Но он Финскрип кинуть не может, что у Хао Линка. Ну, кстати, кидал на него что-то, что он кидал. О, а Мусь не за тавр забирает. Там ему сбил... Ван Дом, Ван Дом, Ван Дом Ауи. Ван Дин ее кидал, да? По-моему, в Дизраптер сбил. А, ты между сейчас или в драке? В драке, в драке, в Тандер Страйкер в Дизраптер сбил, а так да. Так, по толвунцами. 20 минут игры за нами. 6 с половиной тысяч ведет команда Ньюби. Четыре экспириенсы они тоже ведут. Ну, хоть что-то ведут ЕГЭ. ЕГЭ ведут в количестве смертей. И в левелах. И на порт самый большой. Количество смертей это хорошее достижение, я считаю. Да, Ньюби на втором месте идут по количеству смертей. Ну, а Лоша на первом. Ну, а Лоша... Даже здесь ЕГЭ не могут Лошу перегнать. Это не так легко, как кажется. Вообще нелегко, я думаю. Да, ну и что, Хао, Митрилхаммер. Атака, 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 атака. Атака, 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 атака. Несли лицо. КАК поймали. И КАК убьют. КАК должны убить. Ну, должны же убить, да, убили. Его Хао поймали в финсгриф. А ЕГЭ нет, Хауш. А есть АЕГЭС. Обманул. А второй раз. А второй раз. Тут уже Чуань копнул. Хао пытается убежать. Ауи за Чуанем. Это минус Чуань. Ну да, Хао уйдет ему, ну это минус три. Ой, извините, минус два. Минус два. Да, ну вот Феникс подставляется немного. Успел купить рецепты на Шиву. Они любят начинать с рецептов. Зачем там какие-то мистик став? Понятное дело, что его убивали. Им надо было затариться, чтобы не потерять деньги. Никто с этим не спорит. Какая разница, он все равно их потерял. Ну, меньше. Осталось 105. Ну, чуть-чуть. Андрелая балалик. Неважно. Это все слишком-слишко мелочное. Это как юзать Аркантапки, выкладывая юл. Ну, знаешь, вот на таких мелочах каткой выигрывается. Или проигрывается. Или проигрывается. Ну, мелочи решают? Нет. Нет? Решают руки. И место, с куда они вырастили. Да, они обычно у всех из одного места растут. Ну, у некоторых оттуда, откуда ноги растут. Руки растут. И в этом суть многих проблем. Я вообще, да, тут прав. Многие проблемы из-за этого. Бульба, бульба, бульба. Пошли жучки. Пару тык. И бежать. Так. Носауи. Прыжок не туда. А есть чем сбить? Нечем, но как? Нечем сбить, да. Подкоп давался в последние секунды в надежде, что рейдж закончится раньше. Но рейдж не закончился раньше. Блинку бульбы и блинк одновременно у Чуаня появляется. И как бы сейчас будет веселье. Сейчас будут врывы. Сейчас можно будет сдалека врываться. Правда, опять-таки, не в халп. Потому что мы понимаем, что бисмастер для того, чтобы ворваться надо, чтобы было сбито линка. Вот так вот. Сбилинты. Таймлап. И теперь минус Хао. А вот это круто. А вот это круто. Во-первых, очень нагло со стороны Хао. Прям я вообще ничего не боюсь. И тут же наказание. Кака? А, кстати, у Смаил-то Рейденс. У Смаил уже начинает появляться Аганим. Первый Смаил. Пошел стан. Улетает Феня. Големы начинают наваливать подзатыльники. Да, кака здесь, понятное дело, не поймать. И все поразбегались. Да, спокойно стоит и фармит Нага. Увидела иллюзию Алхимика. Отбегает с иллюзиями Алхимика. Будет расправляться Леон в скором времени. Уже третий Монодрейн. Скоро будет четвертый. Без проблем в файте можно уничтожить их. Но Инвокер с Аганимом. 1600 сверху. Да, надолго отправили в таверну Вивера. Еще и Дезолятор не доформил. Так получилось. У нас висит Ястреб, который показывает Рош Пит. Да, туда пока никто не сунется. Рановато пока. Не чувствует уверенности в себе. Знаешь, мы наблюдаем за Хаос, за его беготней. Но мы тупо не видим в игре Наги. Вот ее просто нету. Пока нет. Абсолютно нету. При том, что Алхимик ее уже перефармливать порядочно. Да ну не важно. То, что Алхимик перефармливает, он сейчас отдаст Аганим кому-то и все. А Нага будет развиваться, разгоняться, разгоняться. Это не убавляет Нетворсы. Ну такое. Ну как-то не убавляет. Ему-то удобно. Под Коапсу Моел. Хекс, палец. Да, Смейл склеился яйцо. Разорвало яйцо не самое, конечно, удобное. Потому что Ауи залез куда-то. Вот он Форгида залез. Форгида надо это убить, потому что Ауи убьет еще Чуаня. Вот Форгида расстрел. Форгида вылазит Ауи. И из блинка отсюда убегает. Торнадо мимо. Но в рейдж все равно не сбежит. С ним Жук висел, поэтому Вижн был. Ну вот убили просто Алхимика. Да, понятное дело, что все пришлось с него всунуть. Прям именно в него. Так ничего страшного, на самом деле. Она того стоит. Ну конечно. Особо-то ничего не потратили. Да, палец там, конечно, б***ь. Но зато сейчас Леон за счет этого килла в скором времени получит 11. И это будет второй уже палец. Чуть больше дэмэджа. Да, там повеселее. Самое главное... Меньше КД. Намного причем меньше. Так, Хао. Опять побежал по Вардаму. Видели его. И это минус Хао. Ну куда он бегает? Он что, не понял что ли? Ну он надеется, что он вивер и он неубиваемый. Там и КК погибает в это время. Его глимсонули и убили просто. Ленка, типа я вообще бесстрашный. Там третий некрай куча вещей. Поверх Ленки. Да, он собирает дезолятор, кстати. Ну дэмэдж собирает, чтобы Алхимика как-то убивать. Ну ладно, Нагу в это время все равно не трогают. Нагу уже с Манта Стайлом продолжает усиленно и ускоренно фармить. Значит, две тысячи они зарабатывают за вот эти два фрага. И две с половиной тысячи экспо и ЕГЭ. Проигрывают, а уже они фигню. Они проигрывали четыре. Проигрывали шесть с половиной. Сейчас проигрывают где-то четыре. И по экспе всего тысячу экспо и ЕГЭ проигрывают. Они могут сейчас зацепиться за эту игру. Конечно могут. У них есть Алхимик бешеный, который сейчас начнет... Алхимик для меня так себе показатель. Ну знаешь, а гоним у Дезраптора и все совсем плохо. Потому что статик шторм, который не позволяет юзать. А это мы. Black Dragon Airlines. Black Dragon Airlines. На нас не действует магия. Или на нашем борту не работает. Так правильнее. Да, ну, дракончик, дракончика надо чем-то побывать. На их борту-то магия работает. Потому что ты же с радианцем садишься, он работает. Значит, все, работает магия на борту. А вообще да. Да? А вот на наши самолеты? Да, на наши самолеты магия не работает. Хастай Чуань побежал вниз. Сейчас опасно здесь для ЕГЭ. Надо уходить им отсюда. Увидели иллюзию. Быстренько ее ПБД убил. Но не туда поворачивает Чуань. Чемпи сбежал. А, тут вон дракон. Надо поворачивать. А, ну да. Всех спалил. Извините, дракона не увидел на миникарте. Пошлась сеточка на него хотели. Хао рядом. Сбили линку. Хао сбегает. Руар на Феникса. Ставится слип, чтобы Феникс как-то выжил. Но у него все равно маны не хватает. Если кто Арканы не даст, то просто улетает. По крайней мере улетит. Он это самое главное. А Чуань? Чуань успел двоих капнуть. Возможно, даже выживет здесь Чуань. Чуань пытается убегать. Хекс нет. Ауи добьет его. Следующий удар там минус Чуань. Не все в рассыпную Ньюби. Слушай, там, когда бьет на X Чуань, ощущение, что кувалдой просто бьет. Потому что у Чуани с двухтычек он умирает. Бедный Чуань. Да, есть изолятор. Ну и ЕГЭ пилят Рошанчика пока. Они уже отыгрались. Они уже почти, почти даже по экспири... Ну почти вышли вперед. Сейчас выйдут после Рошана. Да, вот они убивают Рошана. И они впереди, даже по экспириенсу, по деньгам, проигрывают две тысячи. Ну вот у них да. Это Граши, Граши. На данный момент это Граши. Ну, конечно, конечно. Но учитывая глобальную предстоящую разборку, да, между Нагой, Алхимиком, это интересно. Правда, есть еще... Ну... Ну, что есть? Есть Вивер, есть Феникс, который тоже удачно мультимейтом может... Ну, там есть Сумаил и Лайфстиллер. Это два рейнджевика, которые живут пока один в ульте, второй в Рейдже. А тут у нас есть Нага, тут Инвокер и тут Вивер. Герои, которые просто-напросто втроем физически сильнее. Никак вот эти... Я не вижу вариант, при котором Лайфстиллер и Алхимик переиграют вот этих трех. Тяжеловато. Ну да, Некра 3, да, Бистмастер. То есть это хорошо. Но суппорта еще предстоит. Бэйн... Хотя, что, Бэйн в принципе полезен. Бэйн может Феникс Гриппом цепить практически в любой момент, на любой сайте игры. Много вещей может. Мешок на голову, там уже Бивера надеть даже, после сбитой линьки. Да, мешок на голову это всегда приятно. Когда не на твоей голове. Yes. Не могу с вами не согласиться, Виктор. Конечно. Странно было бы, если бы ты поспорил, что неплохо бы заиметь мешок на своей голове. Ну что, Му. Му бегает, даггер имеется, Мидас есть. Ю хочет собрать, Хао начинает подпушивать ботом, помогает здесь. Наги, Нага рептайт не дала. Ну и придется идти дефать, придется идти дефать. 2000 у Хао, кстати, лайфстиллер уже обзавелся Гипперстоуном. Это, скорее всего, будет Керасом. Хочет с одной тычки убить Чуаня. Пущите Чуаня. Почему бы и нет? Потому что это Чуань. Его не надо убивать с людьми, он не так плохо. Да ладно, Чуань скоро Гост себе купит просто какой-то. Это, кстати, хороший вариант. Или форстап, форстап. Сначала будет форстап. Чтобы помогать также тиммейтам, которые... Гост, кстати, появился у Феникса. Нага, тем временем, почти готова Катарин. Тридцатая минута. Ну и пошли вот эти тревела, сплитпуши. Кстати, есть что-то у... Он купал? Решили перезайти ЕГЭ. А, нет, он Актарин купил. Я просто думал, вдруг кому-то Аганим уже вторил. Залагала Дотка. Ну, кому? Аганим? Не, вряд ли. Да, любому. Да, мы идем в Чуанин. На Леоне Винстрик при средней длительности 35 минут станет врагом на 40 секунд за игру. Хексит врагом на 30 секунд за игру. Неплохо. То есть, подожди, 40 минут, 40 секунд. Ну, лучше сам. 40 минут это... Что? 2000... Подожди. 40 минут. 2400 секунд. Ну, все правильно. 2400 секунд. А он на 40 секунд встанет, да? Да. Ну, это не так много. Ну, это полтора процента времени. Полтора процента времени. Я на Афгану дальше ухожу во время игры. Ну, класс. Ну, что, му тысячи голды имеет после того, как у него появились, блин, Каганим, Тревел, Ла, Мидас, Виндлейс. То есть, действительно, он в ветра готовится, но и появляется Актарин у Наги. Иллюзии чаще, больше и веселее. Да, который еще хилится, убивать их теперь еще трудней. Ну, нужно Тарас в следующем. Ну, они должны сейчас стягивать на ботами. Должны стягивать на ботами. Забежал в спину. Пытается размять. Надо рейдж нажимать. Да, хикса тут не будет. Ну, Хауль в случае прогнал. И с дракона его вытащил. Ну, стянули сюда только Бейна. Остальные остаются на топе. Не полетелись до ЕГЭ. Не боятся. Ну, и Ньюби. Что будет предпринимать? Ну, пока ничего предпринимать не надо. У Даги еще есть слоты. Блин, мне нравится, как ведут себя обе команды. И обе команды ведут себя, как будто они вот точно и четко уверены в своем плане. И вот точно будет так, как они сделают. И так, как надо делать. И вот играет прям по своему, по накатанному. Я думаю, что примерно так все и выглядит. Да, вот так оно и есть, да. Тринадцатый дэвел у Феникса тем временем. Я сомневаюсь, что Пипеди сейчас бегает по комнате, кричит. Я не знаю, что делать, что происходит. Там все четненько, хладнокровно, я уверен. Каждый думает, что он переигрывает в данный момент соперника. И все должно быть нормально. Да, Хао 3500. Будет ли он собирать какой-то МКБ? Ну, что-то надо на демаж такой серьезный. Хотя жить-то тоже хочется, наверное. Там есть... Ой, там Дизраптор просил, по нему Санстрайком попали. МКБ надо. МКБ, чтобы Радианс контрить на 100%. Ну да, действительно, с МИСами ты особо не разгуляешься в драке. Это абсолютно понятно. Ну, либо БКБ ходит, то сейвовый вариант, конечно. И с подсайланса уходить. Там пока нет таганима у Дизраптора. Поможет. Ну, игра намного спокойнее, чем предыдущая. Да, и намного спокойнее, чем, например, целая серия у G-Liquid. То есть команда играет размеренько, спокойненько. Все у них хорошо. Хау опять по топу, по топу. Бежит, бежит. Сейчас, может быть, даже Жучков запустит или не будет. Не, не будет. Просто шкучами пробежался. Вообще нет. Всех клипов выбивает из пачки. Сейчас тянет. Ну, Т1, скорее всего, заберут. Да, там нечего в ответ сделать команде Ньюби. 4 500 у Хау. Может, дойдет до Т3 даже, кстати. Дойдет, чтобы пару тычек сделать. Увидеть ТП, скорее всего, и отбежит. Ну, зато ТП надо сначала увидеть. И вот пока он его не видит. Вот теперь увидел Самаила. И спокойненько отсюда ходит. Айгис пропал. Приятно. Форгиды в это время месяца катапульты разминают мидл. Но стычек мы не видели уже давно. Если посмотреть по графикам, то последняя была где-то на 27-й или 28-й минуте. И то, это лайфстиллер Чуаня снизу забирал. Да. Самый один фраг. Он, в принципе, не считается. Ну, как не считается. Считается, но не то, чтобы там прям очень важно было. 2 500 Ньюби по-прежнему ведут. 1000 ХП они тоже ведут. Несмотря на то, что очень сильно фармит Алхимик. Три героя команды Ньюби фармят больше. Сейчас снизу будут убивать КК. Улетает КК. КЛИМС. КЛИМС. И... Ладно. Убили его. Не, ну сломают, конечно, яйцо. Яйцо не надо было тратить, наверное. Хотя минуту в таверне. Яйцо КД 100 секунд. Не такая уж большая разница. И Блэкинг Бар все-таки появляется у Ира. Решил сыграть чуть с Ивовей. Логично и правильно. До момента появления Аганима у Дезераптора так точно. Ну, ГЛИМСует тебя ты. Ну, БКБ и все. Так что все окей. Да, Алхимику надо бы Аганимы тиммейтом покупать. Сейчас 3000 есть. И, кажись, 6 слотов до Шива. Так себе слот. Нет, Шива неплохая. С учетом того, что Кираса у них все равно есть. То есть замедление так спида. Там лишний дэм какой-то в мастфайте. Другое дело то, что ему остался уже только Муншард. Что дальше делать? Дальше только Аганимы. Ну что, Т3 будет ли пытаться ЕГЭ? Будет ли они стараться здесь и сейчас делать экшен или нет? Нет, он летает на базу Сумаил и понимаем, что нет. Ну, там Му просто возле его базы. Я думаю, что следующий экшен мы увидим на Рошане. Вряд ли раньше. Ну, то есть всегда улетать от своей линии, когда ты знаешь, что у тебя там Му возле твоей базы. Всегда Му или Хао будет возле твоей базы. Это абсолютно понятно. Да. Нон-стоп. Будут там ночевать. Ну, по сути, задачи Иера. Тусить. Возле вражеской базы, если что, забегать и начинать сносить. Хао он дракончиков съедает. Фармить дальше денежки. У него еще слоты есть. У него еще заменить акрил, заменить ТП, купить травела. Феникс подпушивает ботом. Уже раз поймали, на этот раз будет осторожнее. Сноу, у нас с инфесбомбой и с бисмастером. Рецепт на Шиву у Феникса по-прежнему. Сколько уже времени прошло? Минут 15, как он этот рецепт на Шиву купил. Ну, не пошло. Ну, теперь, но зато у него есть рецепт на Шиву. Рецепт на Шиву есть. План обозначен на 100%. Клево. Остается добрать. Бульба. Будет врываться? Булба. Балба. Балба не хочет. Ну, он-то хочет, он-то ищет кого-то. Он с блинком, он с Некра, он с Гемом. Ему все равно, на кого врываться. Можно и на Хао, хотя Хао сбить нечем. Некра, Ванда и БКБ. И уходит. На Дрор, Теймлапс. И бежать. А, нет, здесь Финс Гриб. Слушай, и БКБ... Хао очередной раз страет. И очередной раз никакой выгоды с этого не выносит Ньюби. Я не понимаю. Вот, типа, полностью свободный лес. Да, чего ты бегаешь, чертой нигде. Причем то, что 35 секунды, он давно заспаунился. Это не только сейчас, там, мне сказали, 200 секунд назад появилось, до этого не было ничего. То есть, он есть в фарме не хочу. У Инвокер 4,5 тысячи на руках, у Наги 2,5 тысячи на руках. То есть, денег у всех уйма, по сути. Вы не деретесь массово. Зачем рисковать и заходить вообще в вражеский лес? Тем более, когда уже достаточно сплоу, в которой можно линку сбить. Нага сейчас делает манту, а Инвокер сейчас доделает что-то. Какую манту? Манта у него уже есть, от Скади. Скади, извините. Манта действительно уже давно есть. Скади потом надо, наверное... А хотя там потом уже непонятно. Нужен ли бутерфляй или не нужен. Муншард и дальше не знаю. Дальше не знаю, что будет собирать. Рошан у нас появился. Я слышу только эти птички. Светлички. Ну, дальше надо идти на хайграунд и ломать его. Кому? Наги? Наги, видимо, после того, что я озвучил, как он собирает. Наги будет сейчас потихоньку иллюзиями, сплитпуш, подгонять их хайграунд. Там, правда, Алхимик, Грейджный Тривела, все еще не собирается покупать никому Аганимы. Что, что, Муншарды нет? Дракон. Пошла сеточка. Пытаются его размотать. Санстрайк. Вылез Ауи. Подойдет под Санстрайк. И можно разойти. Кстати, можно было нажать... Но главное сейвится. Главное сейвится Чуаню от Ауи. Кап под Копра Новато он дал у Ауи. Проблема огромная. Чуань пытается высосать Мунану. Ковльтанул Чуань. Яйцо поставили. Фир тут точно взорвется. Поймали также ППД. ППД тоже убили. Это минус 3 в размен на Му. Фир едва живой. Фир тоже погибает. Это минус 4. Чуань. Ну и Сумаил остается здесь один. А его здесь размонсят. Он пытается сделать тэп-аут. Слип от Наги, конечно. Тоже разбивает. Пошла сеточка. Пошел минус армор. Жук кушает Сумаил. У него, конечно, очень много за счет Шивы. Но Дезолятор, Грызущий Жук, Рептайт. Что, собрался забрать? Как же дерется-то. Как же дерется Сумаил. Как лев, львиный, ультимейт. Ультимейт пошел в ульте. Хорошо. Жук уже слетел. Жук слетел. Они его не добивают. Они его не добивают. Надо уходить отсюда. Нужен дэмэдж Хао и больше дэмэджа. Потому что он видит, что не пробивает алхимика. Ну, либо Наги. Ну, драка все равно выиграно 4 в 2. Мы видим, заработано 1000 голды здесь на ровном... Не на ровном. Не на ровном месте. Просто заработано 1000. Почти 3000 экспы. Китайским коллективом. Ну и... 16-ю уровню Феникса. Если что. 16-ю уровню Феникса. Это очень серьезно. Санрейв. Хао. Хао начинает бить Рошана. Ой, ты знаешь, сырый Егис. Это прям очень круто сейчас для... А Егис это вообще невероятно для Хао на самом деле. Если его один раз зафокусят каким-то чудом. Там через Винсгрипп. Второй раз это так сложно делать. Второй раз, не имея контроля. Когда он встанет, уже линка 100% откатится. Инвокер еще с одной линкой. Всем линку, пацаны. Приходится мою. Витхао. Так, он продал, по-моему, рецепт наш его. Да. Торнадо. Приземляется Сумаил. Ну, за счет того, что он с Экторишкой сделать что-либо трудно. Постоянно он под ультимейтом. Поправляются Иллюзии Наги. Бегают за Ауи, Ауи. Первую сгрыз. Вторую сгрыз. Ну и ждем. Ждем. Будет ли попытка зайти куда-то от ЕГЭ. Или все-таки... От кого? От кого драка должна быть? Без разницы. Главное, чтобы Нага Сирена не заходила в Рошпит, а просто стояла рядом, чтобы остановить еще что-то файт. Все. Все, что надо. Что у них сейчас 60-секундное... 45-секундное КД, извиняюсь. Он пошел смолк. Пошел смолк. Яйцо откатилось. У мув все имеется. Заход в Рошпит. И начинает его месить. Ну и как бы не против того, чтобы зашли сюда, наверное, ЕГЭ. Поздно это уже будет. Падает. Рошан. Слип на всякий случай. Сыра Эгис. Ну и все. Понимает прекрасно здесь Хао. То, что его теперь два раза убить. Невероятно трудно. Ну значит, теперь что-то агрессивнее надо сделать. Пойти в какую-то сторону, постараться разломать или что-то такое. Вот МКБ хубы добрать, слить Аквилу и... Купить МКБ и все было бы замечательно. Месов не было бы. Дэмэдж вырастает очень сильно. Но он решил собрать Беттерфляй. Эта часть тоже правильно. Много атак спида, много атаки. Армор, который здесь немаловажен. Потому что там Кераса, Дезолятор, Рейсед, Спрей. Все это снимает. Армор. И лишним он не будет. Сумаил его сейчас встретят. Сумаил. Хекс. Успевает. Убьет, наверное, Чуаня. Хотя ты знаешь, не убил Чуаня. Полетел Метеор. Чуаня. Чуаня жив до сыра. Ой, проблемы Сумаила. И Сумаил погибнет. Ну, слишком самонадеян. Он здесь сыграл, конечно. И надо идти разводить на байбэк. Они должны это прекрасно понимать. Тут же ломиться. 90 секунд. Да, ломиться по мидлу. Заставить сделать байбэк и отойти. Ну, это идеальный вариант. Ну, Т2 табор в миде нужно забирать. Это, опять-таки, последняя Т2 вышка, которая осталась на карте. Последняя Т2 вышка. Последняя вообще внешняя вышка у ЕГЭ, которая имеется. И, понятное дело, что для Хао вместе с КПИ это вообще не проблема. Фир отбегает. Что это за слип? Пытался кого-то Фини поймать. Здесь никого нету. Проверял, наверное. О, можно. Почему бы и нет, имеется. 40 секунд КТ. Да, это вообще покинь. Ну, и надо бить табор, быстренько заставлять делать байбэк. Тут же отходить на долю секунды и возвращаться. Слушайте, ну, надо глиф вывезнуть. И байбэк надо бы делать. Да, надо байбэк нажимать. Главное нажимать байбэк. То есть, глиф это такое, потому что они вышку все равно добьют. То есть, ставится филд. Ну, нажимаешь байбэк. Теперь тебе вивера не будет видно. Бульба прыгнул на КК. Почему-то Ауи идет грызь. КК его отталкивает подальше. Ауи просто в сетке. Огромные проблемы. Ауи из зала. Сейчас инфе залез куда-то. Ауи вылезает из крипа. Сумаил взорвался. Ой-ой-ой. Сумаил без байбэка. Сумаил. Живи, живи, живи. Сумаил. Главное, живи. Сумаил живет и дерется. И Хао убивает первый раз. Фуэнни. Проблемы у него огромные. И вот он еще один слип. Яйца не будет. Будут отбегать, ребята. Просто жучков. Глипс, отлично! И опять спим. Но сейчас проснемся. И минус Фуэнни. И теперь ответный развод должен быть. Мгновенно просто ломиться на хайграунд и разводить на байбэк нагу. Потому что иначе все будет очень плохо. Из-за того, что Алхимик сделал байбэк. В следующий раз ломануться. И байбэка уже не будет. Если его один раз забрать, это будет ГГ. Слишком сильный пуш сейчас у Ньюби. У них этот вивер бешеный. Да. Смотри, сколько денег. Ньюби заработали за последние две драки, конечно. Почти на 10 тысяч у них преимущество сейчас прыгнуло. Почти догнала Нага того же Алхимика. Но по дэмэджу мы видели, что Нагу сбривают. У Наги здоровья-то как-то не особо много. Ни Тарасок, ни Матрифляем. Ничего такого нет. Так, здесь Балба. 30 секунд до Наги. Фортификейшн, если что, есть. На 25 секунд. Не разведут никак. Ултимушка быстро падает, на самом деле. Алхимиси нажмет ультимейт. Ну и все равно, пока дойдут до хайграунда, пока сегодня... Там все страшно рисковать, потому что ты, разводя на байбэк, можешь потерять Алхимоса. Да, на 120 секунд. А если ты теряешь Алхимоса на 100 секунд, то ребята просто помедлу тебя сносят. Причем, возможно, даже в трон. Кираса готова у Ира. Еще больше минусы Ромора. Хотят подраться. Балба тут. Пипеди тоже тут. Ставится сентри вард. Ворвались. На КК. На ралли. КК. Есть слип, но не помогает ему это. Ауи врывается к Фуэни. Проблемы огромные у Наги. Если Нагу сгрызут, будут огромные траблы. Нага едва живая. Пошел Бласт. На Ага сможет ли выжить. Есть форсав Сумаил до конца за КК. 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 Пытается мансовать до конца, но не получится у него здесь уйти. Да, он умрет, скорее всего. Хотя Пуржив Сумаила прыгает Ауи. Минус КК. Но Хао в спину бежит и убивает одного. Убивает второго. Сумаил в пице. Наги надо делать байбек. Возвращаться сюда в файт. Прилетать на грейдженных травелах и грести. Фир. Фир еле живой. Ставится яйцо. Вот он байбек. Они его разобьют сейчас. Конечно, они его разобьют. Но Ауи при этом может погибнуть. Одного удара не хватило. О боже. Санрей Сумаил в таверну. 105 секунд. Им можно спокойно идти кушать. Им не хватило одного удара, чтобы разбить это яйцо. Шьерт побьери. Ну это жуть была. Это жуть. Какая битва. Какая драка. Ну Нага на самом деле очень долго думала по поводу байбеки или нет. Там, по-моему, все ясно было. Когда Хаос сделал даблкил, и он был фуловый абсолютно и продолжал преследовать. И убивал еще эфира. Поэтому 100% надо было улететь. Ну что по миду? Минута без алхимика. Смогут ли? Ну, снести сторону точно. А дальше? Скорее всего, две стороны успеют забрать. Я спрашивал у ЕГЭ, смогут ли. Но пока бэкдор протекшн работает. Нет крипов. Подошли уже крипы. Бэкдор протекшн отключается. Ну и ломают бараки здесь ребята из Ньюби. Надо идти в Т4. Надо идти в Т4. И пытаться заставлять ЕГЭ драться с Ньюби. Но нет. Да нет. Я думаю, что не получится здесь заставить драться. Руар. На ралли. Ну не та цель. На Му. На ралли. Не сможет его убить. Скорее всего, хоть О! Му, боже, сколько дэмэджа. Как он живет долго? Только сейчас погибает. Бульба едва живой. Ауи. Ауи умер. Ауи без байбэка. Санстрайк куда-то на ход. Фир. Тоже без байбэков живых. Только ППД. И Фуэни тут стоит и рубит. И вот они, байбэки прилетели сюда. В сторону бегут. 27 секунд у них еще есть без Алхимика. Можно попытаться. Актарин появляется у инвокера сразу после байбэка. Прилетает на травелах. Пошел под коп. Никуда. Фира пытается сгрызть после байбэка. Фир тоже в таверну. В ППД остался один. Надо ждаться до Алхимика. 15 секунд сможет. Алхимик самодефить. Как-то подхиливает. Как Асла у граунда падает. Третья сторона. Это будут мега крипы. Хотя барак на топе еще есть. Барак на топе есть. Иллюзия Наги. Его сейчас будет добивать. Боже, тут остались крипы. Появляется Алхимос. Ну и последняя надежда. Последний шанс. Сумаил. Давай. Вся Америка верит в Сумаила. Но, по-моему, пятерых не осилить. Вот оно яйцо защитное. Вот оно торнадо. Вот оно ЕП. Все по таймингу. Он просто взорвется. Он ничего не сможет сделать. 29-я подряд победа команды Ньюби. И они выходят в верхнюю сетку. Плей-офф. Эпицентра ОМГВТФ. Какими же свидетелями. Свидетелями какого же исторического события мы являемся. Да, да, да. Ньюби просто на конец. Что тут еще сказать. Победители квалификации начинают топтать всех на эпицентре. Опять же, пройдя через эти вайлдкарды. И побеждают. И побеждают. И, блин, смотрится это действительно круто. Смотрится просто вау. Они показывают очень красивую доту. Вот реально ошибок каких-то. Знаешь, таких ошибок, когда кто-то... Ну, Хао. Хао иногда, но это, возможно, его задача была создавать экшен на карте, чтобы никто вообще не смотрел на Нагу. Она стоит и фармит Нага. Фармит, фармит, фармит. Да, там Хао раз умер. Блин, это опять сработало. Хотя показалось, что как-то сработало это на соплях. То есть, ну, я не увидел, что эта старта была прям вот такая она идеальная. И вот нереально переиграть команду, которая играет с такой стратегией. Но браво, Ньюби. Браво. И ЕГЭ. Играть завтра за право выхода в верхнюю сетку плей-оффа. Ну, что можно сказать? Осталось только считать, на скольки матчах эта серия оборвется, и когда, и кто ее прервет. 29-0, это, конечно, очень круто. Ну что, мы, комментаторы, с вами на сегодня прощаемся. И передаем слово студии аналитики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА